Друзья, всем привет! С вами Будда Гришина. Хотелось бы прокомментировать вот этот опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦО, который показал, что 81% жителей России не испытывают негативных эмоций по отношению к мигрантам. Наверняка, может быть, вы слышали уже про этот опрос. Он, вы знаете, привел к совершенно обратным результатам, потому что люди, прочитав эти результаты и посмотрев по сторонам, можно любые комментарии почитать. Вот даже видео снимаешь на эту тему, читаешь комментарии, насколько это актуальна сейчас проблема. И, конечно, когда люди читают, что якобы большинство россиян положительно к мигрантам относятся, еще больше вызывает это раздражение. Вот мне хотелось бы об этом поговорить. Царьград вот что пишет. Внезапно полюбили мигрантов. Опрос в ЦОМ показал странные результаты. Вот что пишут. Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что 81% жителей России не испытывают негативных эмоций по отношению к мигрантам. То есть все эти истории об убийствах, изнасилованиях, на худой конец грабежах, хулиганстве, прошли мимо 8 человек из десятка? Никто не заметил статистики от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об увеличении преступности среди мигрантов на 83%. Значит, не помнят не раз приводившиеся данные, что двое из трех потерпевших, обратившихся в полицию, описывают преступника как выходца из Средней Азии или из-за Кавказья. Какая удобная слепота, пишут и так далее. Как проводился опрос? Я цитирую «Царьград». Во-первых, опросили только владельцев стационарных телефонов, коих все меньше в наших домах. Во-вторых, опрашивали днем, когда активная часть населения на работе, а многие вообще летом в отпуске. В-третьих, опросили только 1600 человек. Исследование получается не особо показательное. Но что только не сделает, чтобы доказать, что с мигрантским опросом в России все в порядке. В-четвертых, даже такой либеральный опрос показал в Москве и Петербурге 36% негативного отношения к мигрантам. Проблемными и взрывоопасными назвали их жители двух столиц, куда едет основной поток приезжих. А это немало. Значит, интересный результат опроса медиков, сотрудников скорой помощи. Эти люди, ежедневно сталкивающиеся с жертвами насилия со стороны приезжих, ценили отношения к мигранту негативно на 44%. Значит, отношения подписчиков «Царьграда», пишут к результатам опроса, понятны из комментариев. Вот такие пишут комментарии люди. 81% россиян рады видеть мигрантов на своей земле, кормить и обеспечивать их, умирать от их рук, подвергаться насилию и издевательствам. Не иначе в цом покусал Левада. Видимо, про мигрантов спрашивали. Левада, напомню, признан Левада-центр иноагентом. И этот бред прошел по официальным каналам. В общем, мигрантское лобби рулит и пофиг на свое население. И вообще, 8.1% пишется через точку. Значит, только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции, радостно рапортует в ЦИОМ. Главный вывод исследования бесспорно преобладает позитивной оценке жителями России межнациональных отношений в стране. Значит, еще один комментарий от читателя «Царьграда». «Народ, а что курят в ОФЦОМ? Алкоголь, это бухгаление, вредит здоровью». Это пипец, блин. Может, Юрий Пронько обсудил бы тему. Очень интересная. Пишет, обязательно обсудим. Дальше, вот, в развитие темы, хотелось бы вот что еще сказать. Пронько действительно обсудил это. Здесь есть уже у них эфир. Но, среди прочего, вот что. Значит, русские люди не видят проблемы в миграции. Но есть нюанс. Очень интересный момент, раскрывающий, собственно говоря, вот этот момент, связанный со статистикой. Когда требуется закрепить в общественном сознании какую-то сомнительную мысль, которая сложно сочетается с действительностью, на помощь приходит различный способ манипуляции. Главный вывод в ЦИОМ состоит в следующем. Порядка 81% граждан России не беспокоит пребывание на территории нашей страны большого количества лиц других национальностей. Недавний опрос Института Царьграда говорит совсем другое. Почти 53% граждан России считают, что в ближайшее время там, где они живут, возможно возникновение конфликтов с мигрантами из Средней Азии. 59,5% респондентов в той или иной степени опасаются конфликта с мигрантами. И лишь 16,3% не испытывают таких опасений. Как же в ЦИОМ получил такие сведения? Действительно, 81% респондентов не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. То есть люди почему отвечали, что другой национальности нас не тревожат? В чем дело? И это чистая правда. Русские в Поволжье не боятся и не тревожатся из-за того, что рядом с ними живут, например, татары, марийцы, мордва, чуваши, башкиры. Не боятся жители Камчатки, коряков или алиутов. И уж, конечно, никому из русских, которых в России по данным последней переписи населения более 80%, не приходит в голову опасаться, например, белорусов, тоже ведь людей как бы другой национальности. Опасения вызывают именно трудовые мигранты, причем именно из Средней Азии. То есть русским людям наврали, но так, что не подкопаешься. То есть люди другой национальности. Не боитесь ли вы? Нет, а что нам бояться-то? Все нормально. Мы же в мире, согласие России, многонациональная, многоконфессиональная страна. В единстве наша сила. Мы действительно... Что нам бояться-то? Мы здесь живем все у себя дома. Это дом для всех нас. Вопрос-то именно в приезжих людях, как правильно пишет Царьград. Вот в чем дело. В приезжих именно мигрантах, которые приезжают к нам в гости работать. И вот комплекс мер, которые Александр Иванович Бастрыкин направил в Госдуму сегодня, он и направлен на то, чтобы была безопасность. Чтобы людям безопасно было, которые у нас здесь проживают, разных национальностей, так как страна Россия многонациональная, безопасно было проживать и сосуществовать рядом с теми, кто приезжает туда на заработки фактически. А иногда здесь уже и семьи перевозят, и так далее, и так далее. И образуя разного рода кучки, скажем так, начинаются какие-то вещи. Ведь стоит в социологическом опросе проглотить в кавычках эту маленькую незаметную деталь, продолжает Царьград, сдовести речь не о мигрантах из Средней Азии, а о других национальностях в кавычках, как сразу становится легко получить социально одобряемый, толерантный ответ. Никаких опасений не испытываем. Ну, конечно, еще раз говорю, мы никаких опасений не испытываем в отношении других национальностей, потому что, еще раз говорю, мы все живем, Россия наш общий дом, еще раз говорю, в единстве наша сила. Но вопрос-то именно в мигрантах, именно в приезжих оттуда. И в продолжение этой темы мне хотелось бы сказать, друзья, Михаил Матвеев, который подвергся нападению, оказывается, его не палкой ударили, а камнем по голове, швы наложили там. Еще вчера многие писали, что это постановка там и так далее. Ну, какая же это может быть постановка, если поймали уже троих там, и один из них несовершеннолетний, как я понимаю. Так вот, Михаил Матвеев дал интервью медиахолдингу «Абзац». Я не буду включать его, здесь и так все понятно. И он назвал вот этот опрос в ЦИОМ политической психотерапией. Он говорит, нас успокаивают, что все нормально. По словам депутата, такая психотерапия считается правильной государственной политикой. Не бить в колокола, не говорить о том, что нам тут второй фронт открывают мигранты, которые настроены на агрессию к мирным жителям, а их успокаивать. И, значит, Матвеев, кстати, постоянно в Госдуме выступает по вопросу ужесточения политики в сфере, значит, в сфере миграционной политики. Друзья, что сказать? Я снимаю это видео, потому что я получил от вас сотни комментариев, а то и тысячи комментариев, связанные вот с этим опросом. И вот, собственно говоря, сейчас мы с вами выяснили, как этот опрос делался, и почему он есть, и как он делается. Но, безусловно, конечно, вы знаете, вызывает тревогу то количество сообщений о преступлениях мигрантов, но это никакая не межнациональная ненависть там или что-то подобное, ни в коем случае. Еще раз говорю, это вопрос безопасности многонационального народа России относительно приехавших гостей, коих называют мигрантами, которые, приезжая, начинают чувствовать себя хозяем, начинают, так сказать, совершать преступления, и люди многонациональный народ России, еще раз говорю, просто вопрошает, когда это все кончится. Вот, поэтому, когда делают опрос, спрашивая, например, по телефону, вас не напрягает, так сказать? А что может напрягать? Мы огромная страна, которая многонациональная, и люди живут в мире и согласии рядом друг с другом сотни лет. Естественно, нет. Поэтому, если бы вопрос ставили, а потом в заглавии пишут, что это про мигрантов вопрос был. Если бы изначально людей спрашивали о миграндах, я думаю, получили бы совершенно другие результаты, абсолютно другие результаты. Поэтому, ну, например, вот Яна Поплавская сегодня у себя в Телеграм-канале, размещая, сейчас я найду, говоря вот тоже об этом опросе, и спасибо, собственно говоря, и ей, и всем тем, кто на это обращает внимание, потому что, как мне кажется, это очень важно, ибо надо не замалчивать проблему, а надо все-таки говорить о ней и решать. Значит, вот что, собственно говоря, есть. Поплавская пишет насчет этого опроса. Я сначала глазам не поверила. И она пишет, для наглядности запускаем логичный опрос. Посмотрим, насколько будут отличаться цифры. И вот у меня высвечивает сейчас 17 824 голоса. Испытывайте негативные эмоции к тем, кто приехал в ваш населенный пункт из других стран. Из других стран. Не многонациональный народ России, из других стран. 90% пишут да, 10% нет. Вот так распределились голоса. Поэтому, конечно, очень бы хотелось, так сказать, надеяться на то, что те меры, которые предложил Александр Иванович Бастрыкин, они очень исчерпывающие. Там и геномная регистрация, и дактилоскопия, и цифровой контроль места жительства, и работы, все там, они будут рассмотрены, приняты. И я думаю, тогда ситуация будет направляться. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Там выходит видео о политике, которых здесь нет. Какие-то мои личные фото, видео. Материалы, новости все 24 на 7. Многие с моими комментариями. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.